В кабинетах 52-й школы стойкий запах свежей краски и штукатурки. Где-то необходимо обновить стены, потолок. Косметического ремонта достаточно. В этой просторной комнате еще недавно был музей, но большинство исторических документов оцифровано, такие площади уже не нужны. Зато появилась возможность воплотить в жизнь задумку учителя технологии. Мы решили инициативу молодого педагога поддержать. Он хочет сделать техническую лабораторию. В этом году мы заказали оборудование. В прошлом году мы участвовали в гранте губернатора, выиграли этот грант губернатора в области образования и купили новые станки. Там была сумма 350 тысяч. А в школе номер 38 активно меняют окна деревянные на пластиковые. Учебное заведение получило городскую субсидию на эти цели. Всего же за 20-е и 21-е учебные годы здесь на ремонтные работы освоили более 7 миллионов рублей. На территории школы положили асфальт, заменили бордюрный камень, а главное, и здесь кем гордятся, провели капитальный ремонт стадиона. Была построена новая универсальная площадка с резиновым покрытием, баскетбольная и волейбольная. 250 метров беговые дорожки были заасфальтированы. Конечно, нас это не может не радовать. В крае много внимания уделяется благоустройству стадионов, но пока из 12 школ Октябрьского района Барнаула полноценная современная спортивная площадка есть только в трех. В 130-м лицее, чтобы хоть как-то компенсировать ее отсутствие, установили простенькие тренажеры прямо в коридорах школы. У нас большой хороший спортивный зал. В прошлом году нам его отремонтировали, капремонт состоялся. Есть малый спортивный зал, куда мы тоже начальную школу приводим, а вот уличные площади, к сожалению, нет. В 2011 году нам установили малую спортивную площадку с мягким покрытием, но она не покрывает нужды образовательного процесса. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, лично проверив, как в школах района идет подготовка к новому учебному году, подчеркнул, что пятилетняя программа капитального ремонта школ, которую президент России Владимир Путин поручил разработать, актуальна не только для сельских, но и для городских учебных заведений. Кроме того, депутат предлагает включить в эту программу ремонт и благоустройство школьных стадионов. Как показывает моя практика работы на округе, в эту программу необходимо включать в том числе и ремонт школьных стадионов. Это, наверное, вдвойне будет актуально с условием пандемии, когда занятия физической культурой можно проводить на свежем воздухе в любое время года. Такое предложение я направил на нашего губернатора Виктора Петровича Томенко и в Миноборг России. Ведь игровое и спортивное пространство на школьных стадионах создается не только для учащихся, но и для жителей микрорайона всех возрастов, которые смогут здесь тренироваться и общаться. Елена Кузовкина, Андрей Дреер, Андрей Печоркин. День с толком.